приветствую друзья несмотря на достаточно большую популярность советских настольных универсальных станков многие не подозревают что существовало производство аналогов и других странах и порой такие станки обладали даже большим функционалом о нескольких таких станков мы поговорим в этом видео а начнем мы с модели Astoba KVM произведенной в Швейцарии данный станок обладал большим функционалом благодаря наличию стойки с планшайбы на которой крепилась передняя бабка кронштейн стойки мог двигаться вдоль стойки на любую высоту а регулировать данный процесс помогал рычаг слева также планшайба могла крутиться вдоль своей оси с правой стороны мы видим два рычага для крепления в нужной позиции сама станина токарной части станка была весьма необычной формы на ней не крепились жестко как мы привыкли продольные направляющие однако вдоль рабочей поверхности профрезерованы 2t паза для крепления передней задней бабки весь координатный стол крепился посередине на нужный уровень а продольная передача как малая так и большая находилась над поперечной трапециедальный вал продольной подачи крепился к детали станка при помощи двух шарниров и квадратного телескопического вала это давало возможность как нарезание резьб так и автоматической подачи еще большим функционалом обладал станок изготовленной швеции р.л. карлстеттом как и в предыдущем станке в станине крепилась стойка на котором могла быть фиксирована передняя бабка станка однако уже на стойке фрезерованной зубчатой рейки не было а движение вдоль стойки осуществлялось при помощи трапециевидного винта станина имела уже более привычную для нас форму с чугунными направляющими форме ласточки на хвоста на которой крепилась каретка передние и задние бабки а также кривошипный механизм со столом что превращал данный станок в лобзиковый стол мог наклоняться на угол до 90 градусов также в станке реализована возможность нарезания резьб и соответственно автоматическая продольная подача с 50-х по 60-х годов в англии производился также станок с необычной конструкции мурат бармелад оригинальность состоит в том что передние и задние бабки крепились подвижно на вертикальных направляющих что давало возможность при помощи рукояток и трапециевидных винтов настроить станок под нужный диаметр заготовки все направляющие станка были изготовлены по типу ласточки на хвоста с правого конца продольных направляющих станок комплектовался завода настраиваемым упором резцедержатель имел очень простую конструкцию в виде упорной пластины с тремя крепежными винтами малая продольная подача могла поворачиваться на нужный угол изменение вертикального хода передней бабки нужно было для осуществления фрезерных работ при этом вместо малой продольной подачи крепился столик с т-пазами и специальные фрезерные приспособления в 1930 году английский инженер Кнеллер презентует впервые свой вариант универсального станка скоб который был предназначен для проведения токарных сверлильных фрезерных и строгальных работ данный станок состоит из огромного количества оригинальных решений начиная с задней бабки которые уже отличаются от того что мы привыкли представлять под этим словом мы видим нагроможденную конструкцию состоящую из каретки которая перемещается по двум круглым направляющим на ней подвижно при помощи ласточки на хвостах находится сама задняя бабка которая перемещается поперечно при помощи специальной рукоятки выше мы видим вполне обычный шпиндель на заднем конце которого мы замечаем делительный диск а на переднем находится резьба для патрона также необычную конструкцию имеет и суппорт продольной и поперечной подачи в данном случае была реализована возможность изменения высоты а также угла поворота вдоль вертикальной оси всего координатного стола должен сказать что все изменения настройки станка а также все перемещения имели достаточно точные шкалы и лимбы а также фиксирующие рычаги а учитывая что осей движения у каждого узла было предостаточно то и рычагов было немерено все трущиеся детали оснащались пресс масленками а на этом все спасибо за внимание всем пока